А героем видео стал конечно же джедай. Салют всем поклонникам звездных войн. Сегодня я бы хотел показать несколько приятных недорогих товаров, имеющих отношение к этой вселенной, найденных на просторах Алиэкспресс. И начнем мы с фигурок Лего. Если быть точным, то это некий китайский аналог, но полностью совместимый с оригиналом. Здесь нам предлагают 26 всевозможных фигурок героев. Я даже не берусь всех назвать, если вы разбираетесь, то напишите кто есть кто. В общем от Ситрипио до Палпатина. Они идут вместе с небольшой подставкой, так что можно их пристроить на виду там где захочется. Фигурка не упадет. Развивая тему лего фигурок. Если вам охота не только видеть их на столе, но и иметь возможность взять их с собой, то есть такой вариант. По сути это те же фигурки лего, но выполненные в виде брелка. Опять же на выбор аж 28 вариантов. Хочу заметить, что они отличаются от предыдущих, так что выбор большой и непростой. Если вы хотели брелок с Дартом Вейдером, то возможно вам понравится такой вариант. Как вы догадались это брелок фонарик. Сделан он из черного софт тач пластика, в глазах конечно же два светодиода. То есть сам Дарт Вейдер освещает вам путь. Однако это еще не все. В процессе подсветки он издает звук и надо сказать громко и резко. Так что этот маленький Дарт нагоняет страху как может. По идее эти фигурки тоже являются брелками. Но размер 8 сантиметров и в целом неплохое качество позволяют использовать их как настольные фигурки. На выбор есть 4 героя. При этом выбор их довольно неожиданный. Выполнены они в игрушечной манере и выглядят довольно мило, особенно Чубак. Стоит такая фигурка всего 150 рублей. Так что думаю можно им простить некоторые грехи в покраске. Наверное тут уже как больше повезет с экземпляром. А вот для разнообразия отличные стильные постеры в тематике звездных войн. 14 различных вариантов. Причем каждый можно заказать в двух размерах. Особенно хорошо они смотрятся правильно оформленные в рамку. Кстати у меня сложилось впечатление, что плакат меньшего размера будет повыше качеством печати. Так как некоторым, именно большим, по отзывам были нарекания. Зависит это еще и от рисунка. Естественно каждый бы хотел получить цветовой меч. Вне зависимости от возраста. Увы, пока их не изобрели. Так что мы можем довольствоваться только игрушечными. Надо сказать, что и игрушечные стоят немало. Как вариант можно предложить вот такой набор. В комплекте два меча, то есть одним набором можно порадовать сразу двух фанатов. Мечи светятся разными цветами, издают звуки при резких взмахтах. И ударах, а также могут соединяться вместе. Правда не советую увлекаться и не лупить ими со всей силы. Если же вы хотите свою звезду смерти, то эта наклейка поможет осуществить мечту. С помощью нее можно украсить любую поверхность в доме. Выглядит очень неплохо. Размер составляет 45 на 45 сантиметров. Хотя это могут быть китайские сантиметры, они обычно чуть меньше наших. Качество печати судя по отзывам неплохое, но вблизи пиксели все таки просматриваются. Поэтому лучше всего ее размещать на небольшом отдалении. Тогда все будет выглядеть как надо. Любого ребенка можно порадовать маской. Но поскольку у нас сегодня подборка по звездным войнам, то пусть это будет маска Дарта Вейдера или штурмовика. По размеру они как раз на детей. Интересной фишкой этих масок является то, что у них светятся глаза. Они мерцают красным или синим цветом. Еще одной приятной мелочью могут стать вот такие скрепки с фигурками героев. По размеру они вовсе не маленькие, около 9 сантиметров. И могут скрепить приличную пачку бумаг. Фигурки сделаны из резины и нарисованы в забавном мультяшном стиле. Еще одним из вариантов применения может стать использование их в качестве закладки. Если конечно вы еще читаете бумажные книги. Просто отличная игрушка за смешную цену. Такой Дарт Вейдер размером 10 сантиметров может делать все что угодно. Я имею ввиду то, что у него все части тела подвижны. То есть шевелятся, изгибаются руки и ноги, поворачивается голова. Конечно это не коллекционная фигурка, а просто пластиковая игрушка. Соответственно и качество бывает хромает. Но зато его можно усадить куда угодно. Или придать любые самые забавные позы. По моему оно того стоит. Пару ему составит Император Палпатин. Фигурка имеет такой же размер, но сделана как раз ближе к коллекционной. Довольно неплохое качество и детализация. Конечно со скидкой на то, что это пластик. Но благодаря этому Император обладает некоторой подвижностью. В частности у него могут двигаться руки, а значит ему можно придать несколько разные позы. А героем видео стал конечно же джедай. И не только потому, что наш канал на светлой стороне. Просто это действительно очень крутая фигурка. Магистр Йода сделан очень аккуратно и детально. У него движутся руки, ноги и спина. Посох также можно вставить или убрать из ладони. Единственное нарекание это немного ярковатый цвет ногтей. Да, китайцы тут слегка промахнулись цветом. Но если он вас будет напрягать, всегда можно их слегка перекрасить самостоятельно. В остальном все просто идеально и при этом за вменяемую стоимость. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш уютный канал, чтобы не пропустить новые интересные подборки и обзоры. Лучшие комментарии как обычно я покажу в следующем видео. Да пребудет с вами сила!